На эфир пошел, сейчас начнется он на Твиче, я убедюсь, что все у нас в порядке и мы будем начинать. Сегодня мы никакие вип-коды раздавать не будем. Там тебе должны были отправить. Странно, мне ничего не отправили. Сейчас я коллегам... Сейчас я посмотрю нашу конфу, потому что где это еще могло бы быть. Нет, в конфе нету. Ладно, как бы то ни было, ребят, всем привет, с вами Гару. Сегодня мы вместе с Евгением. Главное киберспортивное событие лета на подходе. Москва, 14 августа. Грандиозный... Так, сори, это Твич. Решил меня порадовать просто рекламой главного киберспортивного, по его мнению, события у нас этого лета. Москва, 14 августа. Грандиозный финал турнира по самой популярной киберспортивной игре в мире. Лига Флэджерс. Бери друзей, приходи на стадион и болей за лучших. Ужас, ужас, ужас. Что они творят? Меня Твич просто убивает. У рекламы звук отключить больше нельзя на Твиче. Представляешь? Я пытался сейчас, ну то есть я стрим сам начинаю, смотрю, как бы у меня звук замьючен. Но рекламу нельзя замьючить. Что-то новенькое. Как бы то ни было, ребят, всем привет, с вами Гару. Действительно, мы вновь пришли с Евгением обсудить и изучить новенькое обновление Warface. Поотвечать на ваши каверзные, а может быть, не очень вопросы. Потому что я помню, что большинство вопросов это когда новое оружие? Когда поправит это оружие? Когда там еще что-то исправит? Да, всем привет, ребят. По поводу вопросов, конечно, вопросы, которые начинаются с когда, это топчик, просто самый-самый. Тут скорее дело в том, что если бы можно было здесь и сейчас отвечать на вопросы когда, то они были бы отвечены уже раньше. Это не потому, что мы такие злые прячем ответы. Потому что иногда сроки либо выясняются в последний момент, либо еще что-нибудь. Потому что мы-то обновляемся каждый месяц. И с этими дикими темпами разработки и издания контента всякое может случиться. Потому что мы отдаем сотни фичей в месяц. В общем, вот эти большие темпы. То есть, знаете, если бы мы все готовились к обновлениям раз в год, наверное, это было бы с точки зрения анонсов легче и проще. Но с точки зрения игрока и конечного геймплея, мне кажется, это хуже схемы. Как говорил один мой знакомый продюсер, большинство вопросов игроков, игроки задают в формате, когда вы перестанете пить коньяк по утрам. Вот вроде того. Когда, Коли, эта пушка перестанет косить 90% случаев? Ну ты ему объясняешь? Да. Она не косит 90% случаев. Знаешь, это вот такой один любопытный момент, что к любому вопросу можно добавить аргумент. Например, многие говорят или многие сталкиваются. Все знают. Да, все знают. А знаешь, вот когда смотришь на реальные объемы той или иной ситуации, то все смотрится совершенно иначе. То есть, например, у нас мы недавно раздавали бесплатные камуфляжи в нашей группе ВКонтакте. Мы раздавали их много, там 4 вида, по 100 тысяч каждый и так далее. И особенность там была такая техническая, что это все было поделено на пин-коды по 20 тысяч. И прежде чем отправка всех призов должна была начаться, все 20 тысяч активаций должны были произойти. То есть, чтобы 20 тысяч людей получило 20 тысяч скинов, нужно было, чтобы 20 тысяч по этой ссылке перешли. Вот. И, соответственно, когда мы как-то опубликовали первый код, через где-то полчаса мы получили во ВКонтакте стену сообщений сотни с сообщениями «Да где же мой скин?» и эти люди, они друг друга увидели, и уже через еще 15 минут сообщение, оно трансформировалось в «Все игроки в Warface ждут скины, где скины никто не получает». В общем, это выглядело как паника. А мы посмотрели, и там была активация вот этих кодов, там несколько сотен. То есть, а к чему? Что несколько сотен активаций пин-кодов случилось, этим людям надо было еще немножко подождать. И из них, ну, примерно 50, они набежали на группу, и от 50 человек складывается впечатление, что действительно, как бы, масштаб проблемы анима, она массовая. Это слово, оно тоже очень любимо всеми, массовая. Хотя по факту всего ничего. По факту те, у кого все в порядке, не пишут. Это в том числе. Это в том числе они. Да, вы знаешь, это такая особенность хорошая, что когда какое-нибудь там обновление выходит, и с ним все отлично, то на форуме там, не знаю, там 20 комментариев за 3 часа, и какой-нибудь 21 комментатор пишет такой, и что, и это вот ваше хорошее обново, посмотрите, у нее 20 комментариев. Вот, да, но ты-то понимаешь, что у нее 20 комментов именно потому, что с ней все отлично. Потому что люди сидят и играют. Потому что, да, люди сидят. Я пока что пооткрываю сундучки. Я так понимаю, самые последние и модные кейсы это у нас со скинами летних игр в Рио. А, нет, нет, чуть-чуть, чуть-чуть ты ошибся. Вот эти пушки для спортивных игр, которые сделаны, это те же самые пушки, к которым эти скины применены, и они имеют точно такие же характеристики, как эти самые пушки. И продаются они точно так же, как эти пушки, то есть не в коробках, они просто лежат в магазине. То есть, ну, если тебе хочется как-то как-то немного приобщиться к этому ярчайшему празднику спорта и здоровья, то ты берешь себе эту пушку, она тебе поднимает своей яркой раскраской настроение и вообще все улучшается вокруг. А если хочешь покрутить нашу последнюю коробочку, то вот в магазине... Это коробочки с шлемами, я смотрю. Нет, нет. Это коробочки с винтовкой Enfield. Она в магазине на третьей позиции лежит. Он для штурмовика у нас? Да. Отлично. Но, но... Сейчас голдов заролим без проблем. Особенность ее в том, что она стреляет отсечками по три патрона. То есть, с нее очередью не зажать. Но если ты умеешь быстро кликать по левой кнопке мыши, то у тебя все будет отлично. Знаю я один хитрый маг на это дело. Нет, на самом деле, у меня даже на мышке есть кнопка, которая позволяет там два или три клика сразу делать. Ну, я не уверен просто, что эта кнопка имеет нужный, ну, как и нужный период между своими нажатиями. Ведь нужно ведь еще выдерживать какую-то скорость определенную клика. Но, как бы, ты попробуй. Может быть, зайдет. Ну, сейчас, если голдовую заролю, то, конечно. Новое оружие посмотреть, это всегда приятно. А что за коробочки с шлемами? Ранее я таких не помню. Шлемы, да. Эти, это экспериментальная модель. До этого снаряжения в коробках удачи не было. И эти шлемы, они первые. И они по своим характеристикам, ну, практически, ну, чуть-чуть совсем отличаются от тех шлемов, которые можно... Да. Ну, то есть, есть шлем из варбакса, а эти чуть-чуть лучше. То есть, ты... Вот, если бы ты побегал вслепую, не знаю, 10 боев, и 5 в этих, и 5 в этих, то, мне кажется, ты бы не заметил разницы. Ну, для новичка разница по-любому не видна. А вот для тех, кто играет уже, значит, на таком серьезном уровне, я видел прикольное видео с кланварами. Вот те ребята, наверное, прям вообще... Может быть, может быть, но, мне кажется, и они бы с трудом заметили. В целом, это был такой довольно смелый эксперимент, чтобы посмотреть, вообще, как бы заходит, не заходит, снаряжение в коробках, потому что делать его имбовым никто не хотел изначально, и причем, знаешь, это такая вот... Это была интересная ситуация, когда обсуждение этих шлемов началось, когда они уже вышли на бой, то где-то половина таких скептических отзывов была как раз от тех, у кого есть кредиты, и эти люди писали, как бы, а зачем нам их крутить, если они слабо отличаются от обычных? То есть, знаешь, это такая ситуация, когда, как бы, слабую не сделаешь, сильную не сделаешь, и вот сделали обычные шлемы, но... Ну, может, скин какой-то красивый, с другой стороны, игроки пользуются полными скинами на персонажа. Да, да. То есть, короче, это был такой эксперимент, сейчас разработчики смотрят, как оно все сработало, зашло, вот, но никакого фурора эти шлемы не сделали, но для коллекционеров они, во-первых, естественно, ценность определенную представляют. Во-вторых, у них там очень дешевый ремонт, например. Вот, то есть, вот у них есть такая вот особенность, знаешь, как бы полезная, но она не боевого характера. То есть, ну, как цена ремонта, она же определяется в конце боя, то есть, когда ты уже сыграл, она тебе в перестрелке не поможет. То есть, у этих шлемов есть плюсы, но в бою они ведут себя и так же, в целом, как и уже имеющиеся модели. Ну, вот, опять же говорю, для коллекционеров и тех, кто не хочет платить много ремонта, это, ну, как бы, почему бы и нет, собственно. Удобно. Ну, интересно, за роль я все-таки голдовый или нет? Обычно я, мне удавалось, почему-то в вашей игре мне везло всегда. Я помню, как ты выбивал евро стволы, это была фантастика, как они тебе падали один за одним просто. Было дело такое. Ну, там писали, что мне подкрутили шансы, так что все нормально. Ну, как бы, мало того, что такого функционала в целом не существует, так и... Ну, конечно, знаешь, эти теории заговора, вот эти, там, как бы, пирамиды с глазом, это все история такая. Конечно. Так, рецепт я получил, хорошая. Я думаю, что если вообще в целом проект живет больше двух лет, он уже обрастает мифами и легендами. Это неизбежно, потому что, ну, есть люди, которые верят в совпадение, есть, которые нет. И вот те, которые в совпадение не верят, им все равно с этими совпадениями как-то приходится жить. Они их просто не принимают, как, не знаю, какую-то единицу бытия. И вот, когда ты сходил, не знаю, на кухню, намазал себе бутер, заварил чаю, потом поскакал на левой ноге, сел за компьютер и выбил пушку. Хоп, все, значит, это алгоритм действий. Нужно заварить чаю, сделать бутер и поскакать на ноге. И вот так вот эти мифы, они в основном и появляются, что крутить нужно ночью, на пустых каналах, отстреляв... Шанс меньше, да. Да, отстреляв на полигоне все оружие в ноль, не перезаряжаться, не знаю, такие, знаешь... Я вот в это никогда, честно говоря, не верил, потому что когда-то давно у меня один знакомый работал с автоматами игровыми, настраивал их, и он мне объяснил, как они работают, по какому принципу, подробно с программкой. Ну, я не знаю, как были настроены те автоматы, но у нас эти коробки, они... Ну, это генератор случайных чисел у нас? Да, да, и имеют шансы одинаковые для первого левела и для 70-го, это ничего не зависит. Нет... ни от кадетов и его убийства, смерти, ни от ранга, ни от канала. Просто если есть азарт, игроки начинают выдумывать, что только им в голову взбредет, даже если это заточка вещи в какой-нибудь ММО или открытие коробочки. Есть такое. И в целом, знаешь, ну, если хочется крутить коробки ночью на пустом канале, ну, как бы, в целом, оно окей, как бы, пожалуйста, крути ночью на пустом канале. Меня больше беспокоят случаи, когда злоумышленники этим начинают как-то пользоваться. То есть, когда, там, как бы, простой парень ведется на обещание чего-то за какое-либо действие. Вот здесь нужно быть очень аккуратным, не верить мошенникам, что они могут вам как-то помочь, что-то сделать, чтобы вы точно выбили. Это все обман. Ну, у вас хотя бы не так это распространено, как Counter-Strike. Ты помнишь, что у них вообще куча сайтов. Сейчас вот Valve с этим начал хоть бороться. Слава богу. Ну, Valve, да, ну, просто, как бы, к Valve, насколько я знаю, к ним пришли судебные инстанции. Ну, само собой, неспроста начали. Да, да, ну, я думаю, что... Вы такого лишены. Знаешь, я не хочу, естественно, рекламировать эти сайты, но... Я, кстати, ни одного не знаю. Ну, ну, слава богу, они мало распространены, но начало это и по нам уже появляться, соответственно... Аккаунты продают золотыми пушками, или что? Это отдельный черный рынок, с ним работают наши операторы технической поддержки, если у кого-то есть данные о том, что где-то какой-то такой магазин есть, обязательно отправляйте операторам. А есть вот сайты, как раз, где ты... У нас же нельзя, как бы, в игре там какие-то предметы передавать, то есть у нас экономика... Выполну постоянку пока, но не голдовый. А не голдовым нам пользоваться нельзя. Ну, в общем, сейчас буквально... Нестатусная вещь. Да, сейчас буквально одну минутку, и я закончу говорить. У нас же предметы нельзя передавать, соответственно, вот эти сайты по нам, они построены по такому принципу, что ты якобы себе что-то выкручиваешь, а тебе якобы за это придет в игру какая-то компенсация. Ну, то есть, как бы предмета ты по-любому не получишь. В общем, короче, мошенники... Лохотрон, способ. Лохотроны. Лохотроны. Хорошо, а что мы сегодня, кстати, будем показывать, Евгений? Ты рассказывал о интересной карте карьер. Чем эта карта примечательна? Да, мы сейчас, сегодня, во время стрима, сделаем такой обзорчик вообще нашего последнего обновления. Я немного приоткрою завесу тайны, скажу, что мы уже получили предварительное описание следующего обновления, но по срокам ПТС сказать пока сложно. Вот, и мы, соответственно, поэтому пройдемся по обновлению текущему, которое у нас на боевых две недели уже, и главные, конечно, фишки для ветеранов, если говорить о том, что, естественно, ветеранская корр-аудитория, она, ну, это ветеранская аудитория, ядро, естественно, больше всего радовалось исправлению наших проблем с оптимизацией клиента на матчах в ПВП. Слушай, я еще раз выбил обычный, извини. Если не видят, пойду шлипыролить. Я просто, да, я посматриваю твой стрим на втором Монике без звука, вижу все это. И, в общем, короче, ветераны порадовались, что теперь стало куда-куда в разы значительно меньше всяких технических проблем, можно не отвлекаться от игрового процесса, отдаваться его полностью. А что касается уже игрового контента, то из карт, да, мы обратим внимание на карьер, это карта из такого, обладающая таким пыльно-желто-белым визуалом, то есть у нас таких карт не очень много, у нас были карты такого как бы пустынного характера, знаешь, больше как-то в желтизну, то есть прям желтый песок, вот такие все что-то. Что это за карьер такой? Вот. А это, вот эта карта, она тоже такая как бы сухая, если так можно выразиться, но она, знаете, вот это будто карьер, где вырабатывали мел, то есть она такая светлая, она больше белая. И это карта для режима захват, задача атакующей команды выкрасть коды запуска, чемоданчик, ну то есть это капча-де-флаг обычный, нужно выкрасть этот самый чемодан, отнести к себе на базу, команда защищающаяся этому мешает всячески всеми силами. И интересна она тем, что она, во-первых, в несколько уровней построена, то есть несколько уровней высоты у нее есть, нижние уровни, там чуть повыше балкончики, разные площадки, это первое, а во-вторых, между спавнами атакующей и защищающейся командой есть несколько проходов, и они абсолютно разные. Есть отдельная длина для снайперской дуэли, есть узкие коридорчики для медика, есть средне-ближняя, ой, в смысле, средне-дальняя дистанция для штурмовиков и инженеров. В общем, в зависимости от класса можно просто воспользоваться своим этим путем и точно знать, что ты дойдешь до линии фронта, вяжешься в перестрелку на удобной для себя дистанции, то есть место есть всем классом, с тактической точки зрения карта довольно интересная, там можно много разных штук наворотить. Сейчас мы ее увидим, ты когда докрутишь? Да, я уже почти докрутил, кстати, мы же сегодня еще коды разыграем чуть-чуть, расскажи, что за коды, я смотрю, у вас новая система, надо будет просто людям перейти по ссылочке, я так понимаю, и все. Да, мы используем уже довольно давно удобную систему по распространению подарков, у нее есть особенность, ты переходишь по ссылке, верно, и тебе автоматически отправляется одна копия указанного на странице приза, то есть ты не можешь взять 2, 3 или 10 копий этого приза, то есть достанется максимальному количеству людей. Только не забудьте сначала авторизоваться на сайте, потому что на странице активации кода поля авторизации нет, потому что это страница чисто для выдачи подарка. И убедитесь, что на сайте вы авторизованы нужным аккаунтом, не твинком своим, не знаю, не маминой почтой или что-то такое, если мама у вас, если пользуется вашим компьютером и забыла, или жена, не знаю, если пользуется вашим компьютером и забыла из почты своей выйти. В общем, убедитесь, что авторизованы под нужным аккаунтом и после этого ждите, когда Гара вкинет эту ссылочку в чат. И просто переходите и потом ждете в игре этого приза. Кстати, шлем я выбил. Шлем? На какой класс? На штурма? На штурма, да. Окей, хорошо, значит, ты готов к бою. Ну, Энфилд есть, шлем есть, весь готовый. Так, а где ваш КМ парен? Черт его знает, слакает где-то. Все еще в Киеве. Тут просто так удачно вышло, что мы в понедельник... Ты в Киеве сейчас? Не-не, вот мы вчера там были, мы в понедельник выехали. Отличный город там. Да, мы в понедельник выехали, в среду вчера вечером в ночь улетели, короче, два дня там потусили, увиделись с разработчиками, обсудили всякое, они нам много всего, нам будущие кварталы нарассказывали, многим всем поделились. Чем сможем, естественно, поделимся с вами, потому что там некоторые фичи, например, они просто, ну, указаны, что вот там, как бы четвертый квартал, например, или первый квартал 2017 года, но некоторые вещи анонсить опасно, потому что они просто могут там куда-то съехать, например, на следующий квартал, а мы заанонсим, а вещь не выйдет, и все такие, ну вот, как бы вы в рунишке, лжецикар, ну, то есть может выйти некрасиво. Соответственно, то, что мы точно сможем классного, интересного заанонсить, мы обязательно это сделаем. В первую очередь, наверное, вот когда у нас уже, я думаю, в течение недели я рассчитываю нас запустят за ПТС, и там будет уже первая порция вот из того, что разработчики там рассказывали. А Киев, да, Киев очень красивый, Киев очень, мне понравился, дружелюбный город, отличное место для прогулок, для вечерних, ночных, там в любое время дня и года можно ходить, там ничего не бояться. Ну, может быть, конечно, в каких-нибудь районах спальнях на окраине и страшно было бы. В Южном Бутово тоже не очень. Да, это в любом, наверное, городе, если ходить, там где-нибудь на окраинах, то можно отхватить. А так, от Киева остались вообще только исключительно положительные впечатления, соответственно, если у вас есть возможность туда прокатиться, хватайте загран и вперед. Вот загран мне не нравится, я без загран туда еще ездил, вот мне очень нравилось. Так, что ж, я готов начать играть в режиме карьер, кстати, просит тебя приоткрыть секрет, хотя это, наверное, нужный секрет, это как раз банальный вопрос. Правда ли, что у женской модельки персонажей хитбокс меньше? Для того, чтобы убедиться, что он точно такой же, как у остальных моделей, зайдите на нашу Вики, откройте там статью, которая называется «Внешность», там указаны все-все-все скины на персонажа, которые сейчас доступны в игре, и самой верхней картинкой там будет сравнение хитбоксов персонажей из редакторов, ну, собственно, из CryEngine, с указанием самого хитбокса, он там выделен особым цветом, и вы увидите, что у каждого скина есть, ну, что такое хитбокс? Это геометрическая, ну, геометрическая модель. Что такое скин? Даже обычный, ну, то есть, собранный из шапки и так далее, то есть, как бы без внешнего скина. Это набор каких-то, ну, броников, штанов, шапок, они же все разной формы, то есть, там, не знаю, там где-то гранаты висят, это выпуклости, где-то там какой-то патронтаж висит, это отдельная выпуклость и так далее. Соответственно, хитбокс для всех одинаков, но он совмещается с каждым скином чуть-чуть, ну, как бы, немножко по-разному, то есть, вы можете стрелять в каждый скин, и вы будете в него попадать по одной и той же схеме, потому что сам хитбокс одинаков. В общем, короче, на сайте, на вики, там самая верхняя картинка в блоке внешность, увидите, что я имею в виду, что хитбокс одинаковый, со скином он с каждым индивидуально сочетается. Но сам по себе хитбокс одинаков для всех, абсолютно. Ливенфилд забавная такая штучка. Ты с ней уже пострелял на полигончике? Да. А, вижу, вижу, да. Так, ну что ж, я готов, жму в карьер просто. Из игровых советов тебе установить на цевьё не ручку, а подствольник. У тебя нет подствола? Нет, я ну... Окей, в общем, как только его откроешь, сразу устанавливай подствол, потому что у пушки отдача слабая, и даже установка подствола её не портит. Так, тут настаивать, что разработчики говорят о региональных каналах. Я пока захожу в режим карьера. Так. Пригласил тебя? Ага, я согласился. О региональных, да, тема эта поднималась, естественно, и о ней все помнят, она разрабатывается очень активно, и я боюсь сейчас говорить строки, потому что один раз мы их назвали и съехали по ним. Вот, вышло неловко, то есть до сих пор как бы региональных серверов они не установлены. Поэтому ещё раз строки я назвать не хочу, но уже есть конкретные планы как бы по развертыванию этого всего на лайф. Вот, как бы с датами определяемся, но как минимум, как минимум, алгоритм действий уже разработчикам, ну, как бы он понятен. Ой, я все карты выбрал, не ускорение поиска. Чёрт. Но попали мы в... А, окей, тогда давай заново, давай-ка, в общем, сейчас я тебя приглашу. Так, ага, так, захват, карьер, Гару, пригласить. Да, действительно, попали мы с вами в карьер. Сейчас всё будет отлично. В общем, вот эти поездки, раньше в них ездили мои коллеги, я попал туда в первый раз, теперь я понимаю, почему они приезжают всегда такие воодушевлённые. Ещё бы, я знаю, с чем сопряжены эти поездки всегда. Не, ну, просто, то есть, когда ты получаешь... Больше с пампушками все дела. В общем, когда ты получаешь апдейты каждый месяц с определёнными патчноутами, то это, конечно, хорошо, ты их изучаешь, смотришь, они тебе нравятся, но когда ты вот так охватываешь на каком-нибудь на собрании, охватываешь взглядом, например, там, планы на полгода, то это выглядит, конечно, внушительно, здорово, круто. И... Это ответственность, не проговориться на стриме, что планирует. Не, я могу сказать, что, например, по спецоперациям, огромные планы на спецоперации, немножечко наши разработчики заденут и обычные ПВЕшки, но упор будет на спецоп. Вот. Потом есть, например, вот такое мнение, что уже выпущено многовато карт для ПВП, и нужно как бы немножечко притормозить, потому что люди играют не во все карты. Кто-то играет не во все, потому что он привык к каким-то старым картам, кто-то играет не во все, потому что на популярных картах можно быстрее себе как-то союзников найти и игру в целом. То есть, короче, получается так, что люди как бы разобщены на большое количество карт это может ухудшить определенным образом матчмейкинг, потому что если больше людей ищут одну какую-то конкретную карту, то, естественно, им будет легче в одну комнату собраться. Так, ребят, коды на трехдневный VIP-статус. 100 штук у нас их. Я чуть попозже их скину. Можно ли будет когда-нибудь играть рейтинговые матчи по регламенту OpenCups? Спрашивают. В планах такого разработчиков не было, потому что учитывается весь арсенал вообще имеющийся в игре. Потому что OpenCup тема она более узкая, чем та, которая интересует основную аудиторию. Получается ограничивать, получается, ну, то есть, если у человека есть какие-то там пушки, он привык и любит с ними играть, и при этом не претендует на какие-то там, не знаю, великие киберспортивные свершения, то ограничивать его не очень хочется. А вообще, кстати, рейтинговые матчи, они же вот у нас в прошлом обновлении были несколько доработаны, и мы 15 августа запускаем наконец-то. Первый уже нормальный полноценный сезон с наградами улучшенными и прочее. В общем, короче, 15-го числа, ребята, у нас пока что все по расписанию идет. Причин что-то откладывать мы пока не видим. Ох ты ж! Вот ненавижу я подствольники! Просто с одного выстрела. Я только начал стрелять. Хорошо его добили. Так, а когда вернут SCAR LPDV? Жду его с нетерпением. Время от... Ну, у нас уже накопилось определенное количество пушек, которые когда-то выбывают в магазин или когда-то в него возвращаются, и конкретных дат по пушкам нет. то, что смотрится это всегда по ситуации, какое оружие будет интереснее в данный момент. Поэтому сложно сказать. Каналы для кланваров будут? Сейчас вспомню. Есть идея собрать в целом кланвары в одном месте, но это может быть одной интерфейсное место, а не канал. То есть если все КВшки со всех каналов будут выведены в какой-то общий единый браузер для их обзора, то, наверное, это то, что вы хотите в данном случае, но это не будет одним каналом. То есть эти кланы будут искать противников на разных каналах. Просто вы будете их отсматривать вместе. перерывы это хороший вопрос, чтобы показать, что одна какая-то цель и задача может быть на самом деле выполнена разными способами и методами и вовсе не обязательно упираться в одно техническое решение, если можно подумать, например, и изобрести какое-нибудь решение лучше. Что будет за тех перерыв? Что за технические перерывы? Не знаю, ладно. Тут просто миллиард вопросов, поэтому если ты не знаешь, так сразу говори, у нас блиц опрос. Когда калика, калика, калика? Калика, она туда же, куда искать. Где-нибудь, когда-нибудь? Когда будет оружие в коробках удачить за кредиты, но за варбаксы, как Мосберг? Акция была пробная и она была тестовая и пока еще раз делать так в планах нет. Когда будет обещанное изменение системы матчмейкинга? А что за обещанное? Потому что эти изменения выходили уже с апдейтами нескольких последних месяцев, поэтому здесь нужно уточнение, чтобы понять. Мы играем на альфе. Да. Когда будет в коробках Мак Миллан? Юс уже 5-6 раз будет. Мак Миллан был недавно в скине Магма. С точки зрения геймплея это один и тот же ствол, поэтому кто хотел стрелять с Мак Милланом, он просто покрутил себе в скине Магма, потому что пушка такая же. Вот кстати вопрос из той же серии, которую мы обсуждали. Когда не будет читов. этого я не думаю, что сейчас стоит долго на одну и ту же тему и стрим в стрим говорить. Я просто упомяну, что общий принцип он таков, что если вы спросите у разработчика антивирусного ПО, мы можем сравнить читы с вирусами, если вы спросите у разработчика антивируса, когда исчезнут вообще вируса, что он вам ответит. Он вам скорее ответит, что в его актуальные задачи входит максимально быстрая реакция на новые возникающие угрозы и работа с этими угрозами, их предотвращение и так далее. Соответственно, что с одной стороны у авторов читов, что с нашей стороны борьбы с читами все время ведет каждый день эта история. Поэтому сидят специалисты в офисе, они там утром приходят, вечером уходят. Какие-то там новые читы появились, они с ними работают, какие-то закрыли, окей, как бы поставили их только ай, я видел, ты пытался, кстати, у меня сантиметр хп осталось. Блин, я вот ненавижу друговики. Прям в один сколько выстрелов потребовалось? Один, два? Два. Один я промахнулся, а второй попал. Слушай, ну еще бы, ну ты сел как бы в такой уголочек, где ты для медика просто вообще идеальная мишень. Ну да. Вот, это помнишь, я тебе говорил, что на этой карте есть для всех дистанций, ну, как бы для всех классов свои дистанции удобные. Вот это была удобная дистанция для меда. Изменит ли награды за рейтинговые матчи? в новости от 27 июля эти новые награды собственно указаны. Ты даешь прям, как знаешь, постановлению пленума от 28 июля. это привычка за годы работы. Знаешь, просто всегда в голове сидит мысль, что любая моя формулировка может быть использована как угодно и поэтому что угодно нужно говорить так, чтобы было как можно меньше вопросов, если ты не хочешь, чтобы эти вопросы возникали. Это ай, ай, убили. И опять дробовик? Или что это? Нет, это не дробовик, это что-то интересного у меня убили. Какой-то винтовки. Это дробаш. А, дробаш. Да, это винтовочка такая, на меда. Знаешь, тут, кстати, с разработчиками разговаривали, когда на тему оружия нового, они сказали, что в мире заканчивается количество интересных дробовиков. Ну, да, ты как-то рассказал, что вот именно дробовики производят очень мало компаний вообще, в принципе. Да, и как раз и получается так, что там есть основные конторы, там это Бенели, Фабарм, Мосберг, и у них у всех довольно похожие на самом деле модельки и оружие, и вот то ружье, с которого тебя убили, это Фабарм, но это один, знаешь, это уже приходится, ну, не то, чтобы изгаляться, то есть это ружье, оно реально существует, с ним нет никаких вопросов, как бы в плане, есть оно или нет, просто дело в том, что оно, например, изначально заточено под нужды охотников и охранных объединений, вот, ну, то есть это не военный экземпляр, но так как он действительно, хотя бы внешне и по геймплею отличается от сотен стандартных Мосбергов и Фабармов, он теперь добавлен в игру, ну, потому что это как бы новый, ну, это новая пуха, и вот на примере этого Фабарма, вот как бы как раз мы хорошо видим, что набор именно военных моделей, он уже на самом деле практически полностью исчерпан, и приходится уже работать с такими пушками, которые изначально и напрямую на это не заточено. Вот. Соответственно, у дробошей, да, тут самая непростая с ними ситуация в этом плане. Хорошо. Четик в игре доставляет, обожаю Рупап. Когда вернут Вулкан 2D? У нас сейчас запущена другая промка, она называется Череп, играйте в нее. Вот, закончится Череп, что-нибудь либо новое появится, либо, может быть, как бы и переработанный Вулкан на самом деле тоже может зайти. Пофиксят ли без шумки? Если честно, нужно уточнить, как разработчики на это смотрят, как на баг или не баг. Требует уточнения. Почему ICR на штурм обычной версии не водит уже очень давно? Хотелось бы увидеть в магазине, видно было только магмутскую. Ну, причина здесь собственно та же самая, что и с Макмиланом. То есть Макмилан Магма и Макмилан и АЦР Магма и обычный АЦР. Это одинаковые абсолютно по своему игровому поведению пушки. Соответственно, как бы здесь нету большой между ними разницы. Если честно, между ними вообще нет разницы. Соответственно, тот, кто хотел геймплей с АЦР, мы рассчитывали, что он выбьет себе именно магма-версию, чтобы не выводить на рынок одинаковые стволы. Добрый день, у меня вот есть вопрос по поводу вылетов. В тех же танках или Старкомфликт, в случае вылета игра предлагает вернуться в матч, с которым ты вылетел. А сейчас такое существует только на РМе, рейтинге матча, и то очень сыро, а вылеты от спецопераций крайне печальное явление. Нужно сначала, ну, если вылет по вине игры, то нужно обращаться в саппорт и чинить, из-за чего вылетает игра. Но для РМа сейчас это работает сейчас, я просто играю, сложно сформулировать мысль. Немножечко допилят вот уже в следующем апдейте собственно у нас возвращение в РМ. В обычную игру на ПВП это пока не планируется добавлять. Вот здесь потому что одна из причин сейчас я воюю, сори, ребята, буквально 10 секунд дайте мне. Черт, я за тобой шел. штука с РМ и переподключением, она в чем заключается, что когда ты вылетаешь и игра тебе через, допустим, в течение пяти минут она тебе предлагает вернуться, это значит, что игра тебе бронирует место в этой комнате, потому что она предполагает, что ты вернешься, и чтобы на твое место не залез другой игрок, этот слот, он держится пустым. для РМ это актуально, потому что там больше никто и не может еще в игру войти, кроме тех, кто на нее изначально был матчмейкером как-то сведен. В случае с быстрой игрой, по каждому вышедшему из игры нельзя на пять минут место для него блокировать, место для него бронировать, из-за того, что иначе комнаты будут часто играть в неполных составах, потому что игра будет оставлять места для тех, кто вылетел недавно, новых игроков не подыскивать, а игре на самом деле неизвестно, вообще новый игрок будет он или не будет. Соответственно, для быстрой игры очень вероятна ситуация, когда просто будут комнаты полупустые, потому что люди там альт-ф4 нажали, они ливнули, игра для них место оставляет, а эти игроки они в игре не появятся, и людям у нас придется доигрывать просто комнаты в неполных составах, это не круто. Что касается спецопераций, там есть сложности технического характера с начислением наград после вылета, потому что сейчас невозможно технически запоминать, сколько наград должен игрок получить, то есть сколько он прошел, чтобы узнать, на каком чтобы сложить то, что он успел пройти, и то, что он успеет допройти, ведь будет еще промежуток, когда он вылетел, то есть он не играл, ему за это время награду не полагается давать, вот, и в общем разработчики думают, у них есть несколько вариантов, если они в обозримом будущем это исправят, если они придумают, как можно нормально выдавать награду, то и на спецоперациях это тоже появится, как технически включить это можно уже сейчас на ПВЕшке, но тогда те, кто вылетают и обратно заходят, они не будут вообще получать награду, это не здорово, есть просто мысль, что будет больше агро, чем удовольствие от этого и радости. Вопрос, Warfey сейчас стадия ОБТ? Да. Так, вопрос касательно магмовских и обычных, разница есть? Я хочу именно обычную, достижения-то разные? Да, достижения разные, это так, что это чтобы было интереснее, чтобы, в частности, для коллекционеров, чтобы, если у них есть обе, например. Когда обычный Макмилон будет? У них, в общем, у них разница только во внешнем виде, но мы, когда устраиваем какие-то акции, мы должны думать не только о внешнем виде, но и о влиянии этого на геймплей. И, соответственно, и о том, еще насколько это будет востребовано. И в данном случае для тех акций по возврату оружия, о которых говорите вы, между АЦР и Макмой и обычной нет разницы. И как только в следующий раз мои коллеги предположат что можно вернуть АЦРку, я думаю, что будет в игру возвращена именно обычная АЦР, потому что Магма уже как бы возвращалась. На обычной действительно не было давно. То есть, это вопрос времени, история повторяется, как мы знаем, поэтому ждите, верьте, надейтесь. Варфейс сейчас в ОБТ находится и будет ли вайп после ОБТ? Нет, у нас из тех ОБТ, где вайпов не бывает, потому что вы знаете... Это же бесконечно. Не-не, по поводу бесконечной не знаю, я думаю, что как только разработчики определяют, что игра достаточно хороша, они... А сколько лет вы уже в ОБТ? 4,5. по поводу вайпов, есть ОБТ, где вайпов нет у нас, естественно, это не планируется, поэтому... Ну, еще бы столько времени прошло, ребят, что бывает. Это было бы зверство просто, мне кажется, по отношению к аудитори. Я пока немножко покинься. А я взорвался, у меня наушники мои стримерские. Немножечко тут я все иначе слышу, чем как обычно. У тебя есть стримерские наушники специальные? Да, это наушники от QCyber, они с логотипом Warface, у них есть отдельная гарнитура, хорошая гарнитура. А так-то я играю без гарнитуры, потому что использую наушники Sony, они имеют шикарный звук, я большой фанат Sony. Не ваншотает Remington. Правильно, правильно. Не, смотри, она может ваншотнуть, если броня не топчик. А так-то, ну, еще бы, если бы полуавтомат ваншотил с тем скорострелом, который у Remington, ой, это было бы, наверное, вообще смерть. Сиг Саур, был вопрос, если нет, то когда исправят не ваншоты в голову? Надо уточнить у разработчика по срокам, и что они об этом думают. Сейчас в Киеве этот вопрос не затрагивался, поэтому уже времени с момента последнего обсуждения определенное прошло. Сейчас я боюсь, если я скажу, то, что обсуждалось раньше, это может быть просто устаревшей информацией. Я лучше как-то перестрахуюсь немножечко в этом плане. Да, кстати, как тебе карта? прикольная, мне нравится. Разные действительно очень дистанции, в определенные места лучше не ссуваться без дальнобойного оружия. Ты заметил, что у нее такая светлая гамма, но при этом не песочная, не пустынная. Вот что я имел в виду, будто вся карта как будто в меловой пыли, знаешь. Такая беленькая, вот эти все блоки огромные, гранитные. Ну, наверное, это каменоломня, и, в общем, насколько мне позволяют знания мои. Если резать камень, то там как раз и получается белые пыли обычно. Нормально наших повырезали. Что-то нам с командой с тобой не везет, да и сами мы. В общем, нужно как-то постараться. А, чёрт. Ну, ты молодец, ты молодец. Ты старался. Я старался, я пытался. Когда обновят бонусный магазин? Мы планировали изначально это делать примерно раз в месяц. Я думаю, что как раз к середине августа уже сроки вплотную подойдут. Но мы об этом помним. Пин-коды будут чуть позже. Будут ли коробки удачи за кроны? Не планируется. Так, когда будет такой вопрос гигантский. Когда будет обновление бонусного магазина Так, стоп, это уже предложение. Нет, предложение километровое. Повысили скорострельность ААС Хани Баджер и потом предложение 10, объяснение, почему это надо сделать. Я скажу так, что у разработчиков есть инструменты, которые им позволяют ориентироваться не только на чувство то есть ты играешь и тебе кажется есть еще вещи объективные. Если твои ощущения они всегда субъективны, они объективными быть не могут по определению, то есть вещи объективные, например, статистика. И у нас улучшили Крис в последнем апдете, улучшили его довольно сильно, потому что статистика со временем показала, что пушка находится довольно высоко по открытию, по уровню своему, а используется мало из-за того, что недостаточно мощная. Вот она улучшилась. То же самое разработчики снимают и по всему другому арсеналу. Соответственно, если статистика покажет, что пушка стреляет как-то не так и люди с ней играют не так, как это предполагалось, то изменения в ней будут какие-то сделаны. А что этого за товарища за пушка такая? Это снайперская калика. Это пушка легендарная. Да, автоматическая снайперка. В чате пишут, что колесо нет шансов, а я считаю, что против этой калики любая болтовка вообще делает ее на раз. Потому что калики нужно больше, чем мгновение, чтобы убить, а тебе с болтовки нужно мгновение, чтобы сделать один выстрел и потом либо прокинуть, либо убить сразу. На мой взгляд, эта пушка, она перестала быть смертельно опасной. Да, она опасная, но играть против нее норм. Что там еще пишут? Аришки играешь. Да, да, подарки из черепа идут в игру или в корзину предметов ТОВ. А, предмет ТОВ. Потому что там это пишется, что подарок отправлен в корзину. Давайте насчет вашего обновления бонусного магазина. Шмоты оружия убираются, однако нового ничего нет. С каждым обновлением есть несколько новых предметов. Все сезоны будут длиться три месяца. Что за сезон? Если речь о рейтинговых матчах, то он будет обновляться ежемесячно. Будет ли версия под МакОсь? Я думаю, нет. Ну, то есть, конечно, может быть, разработчики ее четыре с половиной года пилят, а нам не признаются, но, мне кажется, это сомнительный вариант. Так, секунду. Прежде чем меня убьют, я два вопроса пару прочитать. Зачем вы фиксите пушки? МакМилен, МакМилен, Фабар? По МакМилену есть описание в новости, там все довольно подробно описано, что подразумевается под Фабаром, мне не совсем понятно, потому что информация от разработчиков, поэтому по известным мне Фабаром не поступало, чтобы что-то менялось. Потому что очень часто так случается, что есть мнение, что был фикс, но на самом деле его не было. Это, знаешь, паранойя такая работает, что мне кажется, что пушка стреляла вот так, на самом деле сменил к примеру, какие-нибудь перчатки боевые на обычные, из-за этого отдача изменилась, а ты не заметил, теперь считаю, что пушка изменилась. Будет ли аппы ветеранов? Что там что-то на ромбов жалуется? Ну, сейчас попробуй, блин, неудобно мне читать. я понял, я понял твою мысль. В теории скорее вообще наши разработчики откажутся от каналов вообще как таковых и каналов распределяющихся по левелам не станет вовсе, потому что матчмейкер сейчас работает хорошо. Уфобарм компакт ваншот урезали. Будет ли вип бонусном магазине? Сейчас по компакту и ваншоту это значит, что ты либо не попадаешь, либо у тебя проблемы со связью, а по поводу випа нет, не планируется. Возможно ли вести такую систему, чтобы можно было обменивать, например, донатные пушки на кредиты в магазине? Не планируется. Ответьте, пожалуйста, может быть появится система бана для тех игроков, которые, например, на ликвидацию убивают союзников в фарме на ликвидации. нужно уточнить у операторов нашего саппорта. Я думаю, что сейчас у меня такой информации нету, потому что я не оператор. Но я вам предлагаю, чтобы вы не ждали следующего нашего стрима с Гарой. Просто напишите операторам саппорт сообщение с указанием времени, ников, где какой человек делал плохо. Ненавижу эти винтовки! Почему все снайперами играют? Женя, я надеюсь, прицел на АК-47 не будет? Мы сегодня в нашей группочке, которая называется Warfist Team, это паблик, как бы команда игры, в этом опубликовали мемис с текстом «Представь, что прицел появился, а трактовать наши зрители могут как угодно. Вернее, как им хочется». Блин, сложно разговаривать и играть. Что-то у меня счет 2-6 прям аж обидно. Уже давно это так не делал. Фабарн, престиж и новая штурмовая винтовка будет на челлендж канале 2 ТКР. Блин, ребят, по-русски пишите. Я понял, на челлендж капе на втором туре имеется в виду. Хороший вопрос, я думаю, будет. Надо сейчас вернуться и к коллегам своим об этом напомнить. Так. Ну, вернее, сейчас я даже умру, я в скайпике отпишусь. Будут ли новые скины за донат? скины на персонажей и на пушки да, все будет. Новые спецоперации будут ли? Будет, будет, будет. Потому что, как я говорил, да, вот... Когда ты уже скажешь, нет, не будет, мы решили больше этого не делать? Я обычно говорю, не планируется, потому что я не могу обещать, что этого не будет. Вот. потому что обычно как раз таки позиция не планируется, она отражает вообще... отражает все, потому что как бы сегодня это не планировалось, а через месяц игра изменилась, там как-то с новым апдейтом там что-нибудь новое вышло, все, и теперь это планируется. И все. и обещает, что нет, не будет. То есть в данном случае просто есть шанс, что ты ошибешься, а еще хуже обманешь. Будет ли введен регламент на рейтинговых матчах и будет ли банк скобок, играющих софтами на РМ? По поводу нарушителей все через саппорт и... ну, в автоматическом режиме это сложно реализовать, поэтому... ну, в ближайшее время вряд ли. А первый какой был вопрос? Напомни, пожалуйста. Я уже забыл. Я тоже забыл. Сейчас я коллегам напишу про Энфилд. Могут ли добавить М16А3 евро 2016 для набивания нашивки обычной золотой версии? Скорее всего нет, потому что схема такая же, как у Магмы. То есть, это пушки, да, у них характеристики у них такие же, как в обычной версии, но при этом это отдельная оружейная серия. Да не восточные сервера, когда сделаете? Сейчас, одну секунду, сейчас я тебя буду резать. Ой-ой-ой. О, сейчас, сейчас, сейчас. 9 секунд все нормально. Ай-яй-яй, я отошел слишком. Сорян, я просто знал. Спасибо, бро. Я знал, я знал, что тебя уничтожат. Но смотри, это сняло, кстати, кулдаун в 9 секунд, что важно. Если бы я убежал, я мог бы не успеть вернуться. Это маленький такой игровой прием. Что был за вопрос? Напомню. Пожалуйста. Да, сейчас уже другой. Скажите, пожалуйста, какие пушки могут быть следующими в бонусном магазине? Не, еще мои коллеги не смотрели, не определяли. Не знаю. Ах ты, да. Снайпирайте стоят там, все. Я к ним больше не буду ходить. Ненавижу, они везде стоят, везде снайпера. Ну, и ты стоя, потому что как бы мы-то на охране кодов, это им нам, им надо к нам идти. Поэтому, вот я сам, если честно, не понимаю, зачем я лезу. Чардж. Есть такое. Скажите, пожалуйста, когда будет оружие в поставщиках? В ближайшее время не будет, потому что категория поставщиков на данный момент считается завершенной и наполненной. Пофиксит ли винторез ПЛП? У винтореза история долгая. Его то нерфят, то апают. Я думаю, что это вопрос статистики. Через некоторое время опять ее соберут, посмотрят, вот как зашло то, как изменился винторез несколько месяцев назад. Он до этого был играбелен, ну, совсем плохо. Сейчас он играется лучше. На мой взгляд, ну, как бы мой личный взгляд, я прошу не путать с мнением, не знаю, всех разработчиков, на мой взгляд, сейчас это хорошая оригинальная пушка. Она и так-то встречается редко. Если сделать ее хуже, то она будет еще реже встречаться. Будет ли у Инжи ваншот в голову на своей дистанции? Тут хороший вопрос в том плане, что те, кто играют, сейчас как бы сказать, я начну с того, что Инженер в целом никогда не планировал себя основной ударной силой отряда, потому что это выполняет штурм. Все остальные классы, они хороши в исключительных там каких-то случаях определенных, потому что, ну, в общем, грубо говоря, все остальные классы, это поддержка. для того, чтобы штурмы шли и штурмовали, как это понятно из названия. И делать из Инжа имба-убийцу, насколько мне известно, разработчики не планируют, потому что это несколько расходится вообще с концепцией класса. коробки. Да, ну, поэтому мы говорим о том, что варшот в голову, и если он не появится со временем, я не удивлюсь, потому что это, ну, как бы текущую ситуацию это отражает. В коробках за варбаксы по две пушки каждого класса, кроме снайпера. Когда будет новая пушка за снайпера в коробках удачи? Да, можно было... Тут штука такая, что у снайпера у него пушек чуть-чуть меньше, чем у остальных классов, потому что сложно что-то новое изобрести, чтобы это было не повторение какой-то другой пушки, но в другом скине просто с теми же характеристиками. Разработчики, они пытаются как-то геймплей еще варьировать, потому что пушка, она определяет у нас геймплей. И, соответственно, вот когда М40 вышла, это снайперка, которая вышла буквально две недели назад. Это болтовка за варбаксы. Был выбор, просто положить ее в коробку или за варбаксы на время. И выбрали варбаксы на время, потому что в коробке за варбаксы недавно вышел нож. И чтобы две коробки за варбаксами выходили прямо одна за другой, выбрали этой винтовки варбаксы на время. Это я к тому, что в ближайшее время я не думаю, что появится вот эта снайперка за варбаксы в коробке. Потому что только недавно была, скажем так, развилка, на которой М40 свернула в другую сторону. Когда в Казахстане будет станция и будет пять палок пинга? О региональных серверах мы в самом начале стрима сегодня уже поговорили. Скажи, Гару, у тебя же ведь можно будет запись? Конечно, на ютубе потом. Отлично, в таком случае не будем повторяться, гляньте в начале стрима. Так, прицел на АКС ваксим не нужен, верните отдачу АК-103, которая была в релизе. Это уже требование просто. Да, ну то есть я не понимаю, что подразумевается под релизом, если мы находимся в ОБТ. Если честно. Но если вы подразумеваете дела, не знаю, пятилетней давности, то игра сейчас и тогда, это, можно сказать, два разных проекта и все те геймдизайнерские решения, которые тогда принимались, их переносить на сегодняшний день, ну, это просто ошибочно. Это неправильно. Это так не работает уже все. Изменились мы как бы сильно довольно-таки и у нас даже была на самом деле мысль дать каким-нибудь образом все-таки попробовать людям сыграть в тот старый Warface, чтобы они поняли, что там все гораздо хуже было, чем здесь и сейчас, но поняли, что во-первых, там используются устаревшие сервисы и механизмы и их сейчас уже нельзя даже запустить, потому что просто они уже не поддерживаются. это главная причина, в общем. То есть, Warface с пятилетней давности сейчас уже не поиграть. Будут ли новые боссы на ПВЕ? для обычных ПВЕ скорее нет, для спецопераций они планируются. Будут ли скины в коробках удачи за Warbucks? Маловероятно. Но, как я опять же говорил в начале стрима, 400 тысяч бесплатных скинов мы вот вчера закончили раздавать во Вконтакте. Не, вернее, там еще можно на АК-103 забрать скин, если вы не успели, сходите заберите свой скин на АК-103. Вообще такая вещь, как вот эти скины и прочие декоративные штуки, они традиционно обычно реализуются за на АК-103. Я чатик не заприкольнул. Ты кого-то убил? Да, он сразу обозвал меня. Да? Нет, слушай, ну ты 1-ка, идешь хорошо, я так понял, что ты к этой винтовке уже приловчился. Болтовка интересная мне кажется была, все-таки ваншот гарантированно это круто. Ну, либо опрокидывание. где так, их трое, где они? Ну, не спеша там. У меня нет. Опа, есть у меня. Угу, отойди назад. Я отхилю просто. Ну, забрали. Готовься. Опять забрал. Понял. Сейчас. Все, его убили. мне надо изначально было швырять дым. Все были бежевые. Я слышу там, ага, мне казалось, 3-1 говоришь, хорошо идешь. И 3-3 сразу. Будет ли возможность продавать ненужное оружие? Я таких возможностей не слышал, но лично я прям вообще против. потому что это просто опасность при взломе лишиться всего. А у нас много очень людей ведется на фишинг, на подобные мошеннические схемы, поэтому это будет очень опасно. мошеннические 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 местами. Ребята, вы вопросы задавайте о не предложении или требования. Будет ли игра оптимизирована под direct x12? Вряд ли. Очень. Иногда лучше dupie должен быть иavo — Извини, что прервал, просто есть такая особенность, что в просьбах обычно и традиционно сочетаются вещи прямо друг другу противоположные. То есть одна треть… нет, я вам даже скажу не так, не знаю, там 80% говорит «я просто играю», 10% говорит «у меня фризит», а еще 10% говорит «сделать играфон лучше». И это совместить невозможно в принципе. И поэтому в данном случае мы ориентируемся больше на слабую, ну то есть, да что ж такое, на слабые машины, на слабые компы, потому что у очень большого количества пользователей очень слабые машины и затруднять им жизнь не хочется. — Как нам получить нашивку за бан игроков? — Как бы банить, в смысле, если видишь нарушителя, кинь на него жалобу, но только нужно понимать, что эта нашивочка, она дается за тех, кто действительно умеет определять хороших игроков от нарушителей. и если ты в сутки бросаешь 20 жалоб на игроков и только один, возможно, оказывается читером, это значит, что ты в 19 остальных случаях просто бросил тень на честного игрока и это неправильно. и эта нашивка тебе, она выдана не будет никогда, потому что ты, как я уже сказал, что ты бросил тень на 19 честных игроков. И если у тебя меткость меньше 50%, но это как минимум в плане твоих жалоб, то этой нашивки не видать. Она для тех, кто действительно умеет определять, кто нарушителя, а кто нет, а не просто на любого, кто тебя убил, прям сразу какую-то жалобу кидать. Это неправильное поведение. В чате спросили о Макмилане. — Вновь? — Да, о невайншотах Макмилана и дело в его множителе урона по конечностям, у него он всегда там был не единичка с самого начала. — Вот это я сейчас вообще не понял, как меня за стеной убили. — Для сервера ты умер еще до стены. — То он лагает или я. Да нет, мне будет нормально. — Соответственно, если стрелять из Макмилана в руку, где надеты перчатки защиты от пуль, то да, будет не ваншот, потому что это настройки пушки и они такие были всегда. — Когда пин-коды будут? В конце экстрима я скину ссылочку и вы их расхватаете. Только надо быть обязательно залогиным. — Угу. — Отсюда. — Смотрим. — Так, опять что-то про инжак. Какое количество читеров? Будет ли введен пятикратный прицел на обычную ОВМ? У меня топовое железо, у меня фризит при смене оружия. Не проходит урон, что делать? Каком брали? Топовый брали? Как написано было? — По поводу смены оружия ставлю 10 рублей, что речь идет о полигоне. Что в игре не фризит, а на полигоне фризит. То, что фризит на полигоне, это с боем не связано. Это отдельная история. Да, то, что на полигоне фризит при смене оружия, это штука известная, но так как она не влияет на игровой процесс непосредственно, эта ошибка имеет невысокий приоритет. А по поводу урона нужно идти в саппорт и с операторами смотреть. Я не удивлюсь, если, не знаю, игра через 4G, а потом еще и Wi-Fi роутер. Это бывает зачастую, что где-то в области человек живет, интернет слабый, а при этом у него действительно мощный компьютер. Но просто сама по себе связь такова, что мощный компьютер здесь не влияет вообще никак на качество игры. Да, он графику обрабатывает нормально, но при этом связь дрянь. Это случаев очень много, их нужно все индивидуально в саппорте рассматривать. Там каких-то универсальных, универсальный совет – это саппорт. И он действительно универсален, не потому что хочется от вас отвязаться и что-то такое, а потому что нужно просто понять, что у вас происходит у вас лично, у вас конкретно. Это важно довольно. Вопрос по прицелу АК-47 уже заезженный какой-то. Да. Он не новый, и это действительно так. Пофиксили отдачу от штурмовой ICR в лучшую сторону. Нужно смотреть статистику оружия, ее разработчики собирают. Если будет необходимость, если цифры скажут, то возможно изменения. – Да что ж такое. Я просто сижу еще, как не за своим компом, не на своем рабочем этаже. Тут прям все такое мне непривычно и неудобно для боя. Меня убивают на вида. Так, мы вроде имеем шанс на победу. Вполне себе. Если вот в чате начался спам, на спам не отвечаем, ребят, чтобы не провоцировать спама еще больше. – Черт! Наверху сидит. – Сейчас мы с ним попробуем. – Да, и он тебя же. – Я с револьвера. – Будет ли выдавать подарочный кредит каждый месяц? – Нет, это очень крутая акция. Мы выдали по 400 кредитов тут недавно всем. Это мега-мега-мега масштабы. Ну что, эта акция беспрецедентная абсолютно. Я не знаю, будет ли она вообще еще повторена. – Блин, такой ассист. Я ему прям в пузо попал, но не убил. – Да что такое. Не могу. Вот прям вот играю за новым компом, вообще ничего не идет. Не идет игра. Я буду за твоим стримом смотреть. – Хорошо. Так, ну ты можешь на вопросы поотвечаясь, пока ты завелись? – А у меня открыта Гоха. Ладно, сейчас я на твич там зайду. – Да я меткий, мать вашу. – Как он? – Твич. – Грузится. – Сейчас, сейчас. – Твич. – 460 сейчас. Человек смотрит. – Угу. – Нормально. – Спасибо за рез. Просто от души. Как мне нравится, когда резают, тебя тут же убивают. Просто. – Из чата. – Я проходил марафон, но… – Ой, там кулстори много. – Надо звук выключить. – Я проходил марафон, выкинуло. Что можно сделать? – Нужно идти за компенсацией в саппорт. – Все вам там дадут. – Уберите нытиков с ветеранов, которые жалуются на ромбов. Лучше играйте с ними и доказывайте, что ромбы могут и ромбы умеют вообще. – Что такое ромбы? Ромбы у меня, да? – Да. – Вот, ты ромб. Ну, в смысле, как бы их много ромбов. Вот видишь, в нашей команде на втором месте, на пятом, на восьмом, вот это тоже ромбы. Они бывают там желтые, ну, в смысле золото или серебро. Почему есть фрезы? Статистика нам говорит о том, что фрезов стало в разы меньше. Если у тебя они обратно на второй день появились, то дело, значит, точно не в игровом клиенте, потому что клиент игровой на второй день не обновлялся. Поэтому нужно идти в саппорт с операторами, чекнуть там. Может быть, там какие-нибудь процессы висят. Потому что фрезы, они могут, ну, они раньше возникали из-за обращения клиента к жесткому диску из-за внезапной подгрузки данных. Соответственно, если ты играешь в VF, а при этом у тебя там игровой центр что-нибудь обновляет, или ты проводишь дефрагментацию, или ты скачиваешь фильм, то есть где-то идет работа с жестким диском, то у тебя возможны фрезы. Но это потому, что просто у тебя загружен жесткий. В общем, выключить все процессы внешне, или там проверка антивирусом идет, это тоже процесс, который работает с жестким диском. В общем, посмотрите, что у вас просто ест эти ресурсы, если сами не можете, обратитесь в саппорт за помощью. Я надеюсь, что с операторами вы все определитесь, из-за чего что получается. Как же они хедшоты ставят? Так, сейчас я тебя буду резать. Давай. А, там справа... Как он вылез-то? Там же наши были. Еще раз. А, кстати, справа-то не было наших. Никого. Вот. Из-за этого примера видно, что фланги надо крыть всегда. Оставлять их вообще никак нельзя. Покоцал там девочку одну. Сейчас я тебя отхилю. Где она была? Вот там вот, где... Да-да-да-да-да-да. Покоцал там девочку одну. Окей. Ага. Там еще один. За автомобилем. Или был вот его... Вот он побежал, побежал, побежал. Угу. У меня на складе. Все. Так. Будет ли улучшена система инвентаря? А то не очень удобно, что оружие рандомно списки. Хотелось бы самому его поразложить. По поводу разложить самому вряд ли. Но вот у нас разработчики... Ах ты ж... Блин, я заговорился, вышел на врага. У нас разработчики хотят сделать так, чтобы часто используемое оружие, чтобы оно откатывалось кверху, низко используемое, ну как редко используемое, уходило вниз. Сейчас вроде как с этим есть какие-то сложности небольшие. Вот поэтому нужно ждать просто шагов от разработчика, чтобы само это все очень удобно ходило. Чертого калика. Ну, слушай, у тебя полуавтомат, вот с полуавтомата с каликой... Ну, я ему один раз только успел садить. Ну, вот. А была бы у тебя болтовка, убил бы. Да. То есть, с каликой, вообще с болтом можно легко играть, воевать, и никаких не будет проблем. Жаль, ты не видишь эту надпись. Мы хотим капсом разлаживать сами. Да, я вижу. Чертого, что раскладывать. Я вижу эту надпись, и это в целом, если говорить о таких интерфейсных решениях, то нужно понимать, что основной аудитории это не нужно, это будет слишком сложно, это будут какие-то кнопки дополнительные. Это уже проблемы. Чем все интуитивнее, проще и понятнее, тем лучше. Интересуются уроном опять, когда поставщики уже отвечал. Угу. Баны за просмотр файлов игры будут ли? А как, уважаемый зритель, нам предлагает связывать игровой аккаунт и действие человека? Бакир, дуплет, хайдар, подарок, индол. Это вообще чё за набор слов? А, я понял. Короче, сейчас я тебе объясню. Я тебе говорил, что мы запустили... Мы запустили нашу новую промоку, она называется Череп. И там мы игрокам нашим предлагаем играть на уже известных картах, миссиях. И играя там, ты можешь случайным образом среди противников, ну как бы это подразумевается, убить некоторых особо опасных преступников. И за, собственно, ликвидацию этих особо опасных преступников мы выдаем определенные награды. Так вот, имя одного из них это, как правильно туда написали, имя у него Бакир, фамилия Хайдар, а дуплет это прозвище этого парня. И вот за ликвидацию Бакира, дуплета, Хайдара выдается винтовка. Называется она Имбел. Это бразильская винтовка. Соответственно, там игрок написал, что якобы у этой винтовки сошки как у Чайтака. Но я зашел на промку, и я не вижу у Имбела сошек как у Чайтака. Поэтому, в общем, напишите в личку на форуме моим коллегам, что вы имеете в виду со скриншотом там и со всеми делами. Так, отлично. Ребят, я сейчас скинул промо-коды. В принципе, наверное, будем заканчивать. Евгений уже долго отвечает. Что-то мы заигрались просто. Евгений долго отвечает. В смысле, уже 4 года он только это и делает. Так, скидываю я ссылочку. Ты пока расскажи, что с ней делать надо. Ещё раз. Можно успеть перейти. У нас 400 зрителей, а активации этого подарка 100. Вот так. Я надеюсь, что... Не, ну в любом случае, то есть, эти 100 активаций, они уйдут. Ну, они уже, мне кажется, ушли. Да. Скорее всего. Сейчас сам даже проверю, перейду. И вот так вот. Данный пин-код уже активирован. Да, 100 кликов, 100 кликов. Успел, успел. Отлично, молодцы. К следующему разу мы подготовимся и с ещё кодами, и всё будет отлично. Угу. Так, ребят, спасибо вам большое, что смотрели. Не забывайте подписываться. Евгению огромное спасибо за вопрос, как-то у нас скачет. Тут, видимо, прошла инфа, что вип-коды скинули. Сразу 460 стола. Так вот, не забывайте подписываться. Как обычно, мы каждое обновление проводим с Евгением стрим, обсуждаем, раздаём вип-коды. Вам большое спасибо за то, что смотрели, Евгению за ответы. Всем пока. Вам спасибо, что пригласили. Увидимся на стриме уже Ревелэйшена. Да. 18.00. Я желаю своим коллегам вообще успехов. Они работают над огромным проектом, мне кажется, беспрецедентно большим для единовременного запуска по обилию контента. Поэтому они стараются, вообще вы сходите к ним на сайт и посмотрите, что они уже сделали. М-м-м.